Огромное количество фанатов и болельщиков в центре лыжных видов спорта Хантамансийска, а это значит, что долгожданные гонки финального этапа Кубка Мира стартуют именно сегодня. В эфире программа «Дневники биатлона». Для вас работаю я, Вадим Ласов, и сегодня в нашем выпуске вас ждет следующее. Чешская биатлонистка Габриэла Саукавова второй раз в сезоне стала лучшей в спринте. В Хантамансийске самой быстротечной женской гонкой стартовал девятый этап Кубка Мира. Неблизкий путь и морозная погода – не помеха для настоящего фаната биатлона. На что готовы болельщики ради своих кумиров? За пределами стадионов и трасс спортсмены иногда занимаются очень необычными вещами, кто и как из ведущих стреляющих лыжников проводит свое свободное время. Спринтерская гонка считается одной из самых интересных и показательных в плане силы спортсмена. Традиционно женщины выявляют сильнейшую на дистанции в 7,5 километров с двумя огневыми рубежами из положения лежа и стоя. При промахе каждая из спортсменок отправляется на дополнительный штрафной круг равный 150 метрам. В нынешнем сезоне спринтерская гонка входила в расписание каждого этапа Кубка Мира. На высшую ступень пьедестала почета поднимались спортсменки из шести стран. Два раза золотую медаль выиграла немка Мириам Гёснер. Еще по разу победительницами становились представительница Словакии Анастасия Кузьмина, которая, кстати, является действующей олимпийской чемпионкой именно в этом виде программы. Белорусская Дарья Домрачева, чешка Габриэла Саукалова и польская биатлонистка Магдалена Гвиздень. Норвежка Тора Бергер, которая досрочно стала обладательницей малого глобуса в спринтерской дисциплине, также два раза одержала победы на этапах Кубка Мира. Кроме того, она стала сильнейшей спортсменкой в этой дисциплине на чемпионате мира в новое место. За пределами стадионов и трасс спортсмены иногда занимаются очень необычными вещами, но об этом мало кто знает. Среди них встречаются выдающиеся певцы, музыканты, танцоры и даже модели. Например, знаменитая чешская биатлонистка Габриэла Саукалова порадовала зрителей на чемпионате мира в новое место, где вживую исполнила известную песню «Don't speak», чем, безусловно, порадовала не только своих соотечественников, но и всех любителей биатлона. Она также снялась в профессиональном клипе, в котором исполнила роль вокалистки и главной героини. При всем при этом Габриэла звездой себя не считает и на вопросы, связанные с увлечением музыкой, отвечает очень скромно. Я не могу вам ответить. Извините. Норвежская биатлонистка Солвейка Рокстед играет на скрипке с 8 лет, а биатлоном начала заниматься в 10. По ее словам, это помогает быть спокойной во время соревнований и меньше волноваться перед публикой. Многие спортсмены любят и умеют танцевать. Например, женская команда Белоруссии на сборах не прочь побаловать себя и болельщиков, отплясывая под зажигательные ритмы популярных хитов. Члены норвежской сборной Тора Бергер и Эмиль Свенсен выступали в роли топ-модели для фирмы, производящей спортивную одежду. А Эмиль еще и успел сняться для журнала. Говоря о норвежской женской сборной, в целом нельзя не отметить их прекрасные вокальные данные. Микела Понца, лидер итальянской сборной, одна из красивейших биатлонисток современности, стремится нести красоту в массы посредством фотографии. При первой же возможности спортсменка выбирается на природу и снимает понравившиеся ей пейзажи. Но в связи с плотным графиком тренировок это не всегда получается. Я стараюсь без камеры никуда не выходить, поэтому сейчас я предпочитаю маленькую камеру. Она всегда помещается в карман и можно везде носить ее с собой. Но когда-нибудь, надеюсь, куплю себе большой фотоаппарат. Бессменный российский комментатор Дмитрий Губерниев также обладает отменным слухом и время от времени демонстрирует это на публике. Люблю тебя, мой Боб Марли. О-е, о-е, о-е. Первый соревновательный день ознаменовался женской спринтерской гонкой к большому огорчению всех местных болельщиков. В соревнованиях не принимает участие Светлана Слепцова. Однако под 48-м стартовым номером на дистанцию сегодня ушла Екатерина Шумилова и еще одна югорчанка, на которую и были возложены все надежды. Первый комплект медали на финальном этапе Кубка Мир по биатлону разыгран. И сенсация случилась. Победительницей гонки стала ворвавшаяся в мировую элиту биатлона. В нынешнем сезоне чешская спортсменка Габриэла Саукалова, которая на 17 секунд опередила многоопытную и уверенную в себе немку Андрея Хенкель. На третьем месте Мириум Гёснер из Германии. К слову сказать, и Саукалова, и Хенкель. Обе прошли дистанцию без единого промаха. Что же касается Мириум Гёснера, она допустила один промах, но с отличной скоростью прошла дистанцию, что позволило ей оказаться на третьем месте. Я начала сезон с небольшими проблемами в стрельбе, но последние тренировки я чувствовала себя увереннее и знала, что в Ханты-Мансийске смогу стрелять лучше. Все фавориты женского биатлона стартовали в первой группе. Под номером один на трассу ушла Тора Бергер, досрочно обеспечившая себе малый хрустальный глобус в этой дисциплине. Но то ли борозная погода, то ли усталость не дали знаменитой норвежке подняться сегодня выше восьмого места. Ее опередила и стартовавшая под 35-м номером Витта Семиренко, и 32-я Анастасия Кузьмина, и россиянка Ольга Вилухина, которой не хватило лишь нескольких секунд для того, чтобы попасть в тройку лидеров. Гонка вышла нелегкая, хотя, конечно, я уже знала, что хрустальный глобус в спринте за мной, и в общем зачете я лидер, но всегда хочется большего, поэтому мне все равно хотелось максимально выложиться и показать оптимальный результат. Не покорилась сегодня гонка и Ольге Зайцевой, которая допустила два промаха на стрельбе стоя. Остальные пять из семи стартовавших россиянок не смогли подняться выше 20-го места. Югорчанка Екатерина Шумилова, 35-я. Последний спринтерский этап мирового биатлона не стал счастливым ни для Дарьи Доброчевой, ни для Кайса и Макарайнин, также допустивших промахи в стрельбе стоя. Морозная погода, которая вот уже на протяжении нескольких дней держится здесь, в окружной столице, не в силах повлиять на положительный настрой всех фанатов и болельщиков, которые, несмотря на низкую температуру воздуха, собрались и приехали сюда, в Хантамансийск, дабы поболеть на своих гумиров. Гостиницы заполнены, найти в Хантамансийске даже комнату довольно сложно. Местные жители давно к этому привыкли. В Югру приехал биатлон. Вместе с ним, конечно, и преданные фанаты со всего мира организовать такой тур, да еще и для большого количества человек совсем непросто. И этим нелегким делом занялись две девушки Ранья Кутумова и сестра небезызвестного Антона Шипулина Анна. В итоге, ко дню выезда в группе набралось более 50 человек со всех уголков России. Основная трудность, с которой мы столкнулись, я думаю, это так же, как сталкивались все болельщики, это найти жилье в Хантамансийске, потому что это на самом деле сложно. Я седьмой раз сюда приезжаю, каждый раз такая проблема бывает. Но, слава богу, мы нашли две гостиницы, они находятся рядом. Мы вчера вечером приехали, комфортно поселились, и вот уже сегодня у нас началась опять-таки программа. Тур продуман до мелочей. Тут и обязательная похода на биатлоны, и развлекательные мероприятия. Стоит отметить, что экскурсионная программа началась еще по дороге из Тюмени в Хантамансийск. Путешественники остановились в Увате и посетили музей биатлона имени Александра Тихонова. А уже по прибытию в окружной центр болельщиков ждала обзорная экскурсия по столице биатлона. Нам очень понравился город. Город очень красивый, уютный, компактный. Много красивых новых зданий. Архитектура интересная. Есть также и старые здания. Ну и, конечно, нам понравился очень парк с мамонтами. Как он называется? Археопарк. Да. Да, это, конечно. Ну и мост Красный Дракон тоже очень хорошее впечатление произвел. Но, к сожалению, мы подробно город пока еще не посмотрели, но впечатление очень хорошее, очень красивый город. У нас будет свободное время, и мы планируем сходить еще сами в погоду, погулять, пофотографироваться, поискать его. Ну а гвоздь программы – встреча с известными биатлонистами, на которую фанаты отправятся уже завтра. Именно к ней они готовились больше всего. Уже придуманы каверзные вопросы, а некоторые даже приготовили подарки своим любимчикам. Мы хотели, чтобы болельщики не только приехали, постояли на трибуне, покричали, но и увидели наш край. Помимо этого, такая фишка нашей поездки – это встреча с биатлонистами. У нас придут лучшие биатлонисты России и мира, выясняется слово. Она пройдет завтра. Болельщики очень готовятся к этой встрече, придумают вопросы, привезли какие-то различные сувениры, и все предвкушают. Ну а пока ребята готовы горячо поддерживать российских стреляющих лыжников с трибун. Ни кернет, ни лыжи, ни скелетон! В сердцах наших вечно живет биатлон! Биатлон нельзя рассматривать как механическое соединение двух видов спорта – лыжных гонок и стрельбы. Можно достичь высоких результатов в каждом из компонентов по отдельности. Однако успехов в реализации подобной практики в соревнованиях добиться практически невозможно. Особенностью биатлона является то, что спортсмен не только должен предельно выложиться на трассе, но и сосредоточиться на стрельбе. Биатлонист должен овладеть всеми способами передвижения на лыжах в том же объеме, в каком ими владеют лыжники-гонщики. Основные – это попеременное одновременное передвижение. При приближении к стрельбищу спортсмены замедляют ход по большей части, чтобы восстановить дыхание и подготовиться к стрельбе. Конечно, между техникой обычных лыжников и техникой биатлонистов существует огромная разница. Так как ход биатлониста затрудняется тем, что у него за спиной довольно тяжелая и длинная винтовка, поэтому вес приходится распределять немного иначе по сравнению с простой ездой на лыжах. А также усталость начинает чувствоваться раньше. Ход спортсмена также зависит от его личных физических характеристик. Мы все разного роста, разного строения, с разным процентом мышечной массы. Это все влияет на технику езды. В стрельбе из положения лёжа специалисты рекомендуют ложиться плашмя, так как высокая частота сердцебиения и дыхания будет передаваться на живот, создавая колебания тела и ухудшая устойчивость. Поэтому советуют несколько сместиться на левый бок. Правильно выбранная по себе устойчивая и удобная изготовка не приходит сразу. Это результат многолетнего труда на тренировках. Основной стандарт стрельбы в позициях стоя и лёжа, конечно, уже давно установлен и является единым для всех спортсменов. Здесь уже никто не изобретает колеса. Однако детали и какие-то незначительные нюансы уже отрабатываются индивидуально каждым биатлонистом в зависимости от его физических возможностей. Основным условием выбора удобной позы в стрельбе из положения стоя является перенос тяжести туловища с оружием на позвоночник, чтобы скелет работал на сжатие, как столб, что позволяет удерживать винтовку, меньше напрягая мышцы. Частая ошибка биатлонистов — различное мышечное напряжение в коленных суставах. При таком положении большая нагрузка приходится на одну из ног, что вызывает наибольшее колебание тела. И в стрельбе лёжа, и в стрельбе стоя каждому биатлонисту необходимо отработать свою собственную технику. Как я уже говорил, мы все разного роста. Кроме того, у нас разные пропорции длины тела, рук, ног. Поэтому каждый спортсмен ищет для себя индивидуальные и комфортные позы для стрельбы. 15 марта на старт спринтерской 10-километровой дистанции выйдут мужчины. На этом я с вами не прощаюсь, я говорю лишь до свидания. Встретимся завтра в эфире телеканала «Югра» в программе «Дневники биатлона». Занимайтесь спортом и будьте здоровы!